Продолжаем поездку. Мы были на рынке. Сейчас с Крастой выедем под железной дорогой на набережную. Набережная 11 ноября. А здесь строится параллельно этому железнодорожному мосту. Будет железнодорожный рядышком, ближе в эту сторону, для Реобалтика. Направо у нас улица 13 января. Это уже старый город. Это Срега. Там памятник остался. Кварцам 1905 года прошлого века. Этот отель Новодел. С правой стороны будет Ратушная площадь. С левой стороны Каменный мост. Мы ездили по нему. На Ратушной площади мы с вами гуляли 31-го. Вот так вот все закапано. Елочка еще стоит. Елочка стоит и будет стоять, наверное, до Крещения. Я так думаю. Потому что в торговых центрах уже сняли все иллюминацию, все украшения. С левой стороны у нас остается остров Кипсала. Мост Вантовый. Это старая Рига. Вот англиканская церковь. Рядом католическая церковь. И это дворец. Замок бывший. Сейчас резиденция нашего президента. Справа остается здание таможни. С часами. Рассказывали мы вам про нее. Про эту таможню. Итак, мы поедем в сторону Весмилгрависа. А в Весмилгравис мы можем попасть, проехав по улице. В Ганни-Будамбис. Господи, вспоминала. Выгонная. В переводе выгонная. Это была окраина. И сюда выгоняли скоты. Вот по ней проедем. Потом через Саркандаугову. И будем подъезжать к Весмилгравису. Я уже рассказывала про эти брошенные заводы. Которые разрушаются после 90-х. Здесь был такой промышленный район. Рабочий район. Дороги здесь, конечно, разбитые. Потряхивает. Вот из Саркандаугова. Через канал мостик. И мы будем выезжать на улицу Тилту. Мостовая. Проедем по ней до переезда. Слева больница. Старейшая психодеврологическая. Рабочий район. Рабочий район. Сейчас будет переезд. Мост уже выстроили. Через эту железную дорогу. Там левее. Но что-то в эксплуатацию пока не сдают. Пути-провод. Пути-провод. Да. Микру поправил. Вот здесь слева храм православный. Ну, совсем же. Пусть двойники работают. Вот и место, памятное место, где расстреливали евреев из концлагеря Казерва. Вот мы сейчас на лево. Впереди у нас маршрут на Ветсмилгравис. Правый Ветсмилгравис. Это север. Северная окраина Вики. Вот. И находится район между как раз, между протоками озера Кишизерс, между Милгрависом, между Дауговой и Мангайсалой. А это отсюда с моста спуск ведь, да? Справа. Я знаю. Я спрашиваю про эту дорогу. Да. С моста, который идет от Бривибас. От улицы Бривибас. Там, где дворец. Вэфовский дворец. Но включай дворники почаще. Ничего ж не видно, Юра. Вот. С левой стороны еще Саркандауговы. Дома. Советских построек. С правой стороны Межапарк. Парк отдыха. Там зоопарк наш. Мы с вами там гуляли. Вот. Сейчас с левой стороны будет железнодорожная станция Мангали. Вот этот путепровод, о котором я говорила. Когда его в эксплуатацию сдадут, тогда будет очень удобно. Не надо будет стоять на переезде на светофорах. Вот такой вот путепровод. Там развязка. Можно будет заезжать с этой стороны. Да, дождь все идет и идет. Моросит, моросит. Дворники не успевают работать. С левой стороны станция Мангали. Железнодорожная станция. Магазин Максимовый Средд. Мега. Магазин на магазине. И новые дома. Это уже свежие постройки. С левой стороны железная дорога. В Салу-Карастырь. Туда? В Салу-Карастырь. Еще один торговый центр Риме. Да, будем проезжать протока, которая соединяет как раз вот озеро Кишизерс и дальше туда на Мил-Пиравис. Вот оно. Озеро Кишизерс. Да, здесь канал уже Мил-Пиравис. И вот с левой стороны как раз эти корабельные доки. Ремонт. Ремонт. Да, вообще-то земель Блазм, это старый Мил-Пиравис в земель Блазм приводится. А вообще населенным пунктом Вест-Мил-Пиравис стал лишь во второй половине 19-го века. А до начала 20-го это был вообще небольшой поселочек. Например, в начале прошлого века, в 1909 году здесь в бараках проживало всего 200 рыбаков и докеров. Вот. А в конце... Ой, какое большое озеро. Кстати, вот по этому озеру советские войска форсировали это озеро. И было наступление и освобождение Риги от нацистов. Так вот, в 1876 году было открыто Мангольское мореходное училище. А еще через 23 года Лесопильное Домбровского. Вот. А в 1900 году открылись и школы, и детский сад для работников лесопилки. Вот. И Домбровский очень опекал своих рабочих и создавал для них условия для отдыха, для работы. А в 1904 году открылась культурно-просветительная безалкогольная по правой стороны насыпь железной дорогой идет на Славу Красной. С левой стороны уже земельплазма. Это был Гравис. Так вот, торгово-просветительное безалкогольное общество земельплазма. Вот. Здесь предприятия промышленные, комбинат по переработке древесины, терминал бензиновый, а также грузовой порт Рин уже, судостроительный завод, судоремонтный завод и морской Рижский рыболовный порт. Вот такие здесь предприятия. Ага, мы поедем направо, да? Мы поедем. самая будет станция запорковая. Да. А с левой стороны уже жилые дома. Судоремонтный завод. Да. Вот здесь станция земельплазма железнодорожная. Вот такие дюмы, холмы. Это дорога на Вецаке. Да. На Вецаке мы уже с вами были в Вецаке на побережье. Снимали. Это большие дюмы. Дюмы там высокие, да. Гуляли мы с вами. Можете посмотреть в плейлистах. Да. А вот видна уже башня. Это в районе дворца Домровскиса. Хорошую погоду мы с вами погуляем там. Такой погоды там делать нечего. Вот она смотровая вышка. Там на лифте можно подняться и высоко, далеко видно окрест дельта Далгова, как она впадает в залив. Вот такие жилые дома. А вот сам дворец виден. Смотрите, дворец Домровскиса. Вот там заденный садик, внецкий садик. Домровский тоже строил и садик, и школу. Кстати, садик был впервые в Российской империи выстроен в то время. вот это здание, по-моему. А мы едем по делам. У нас встреча с Янисом. мероприятие. Ну вот, мы уже встретились с товарищем Янисом. Хочу рассказать про этот дворец. Вот он впереди высится, когда будет свободное время. Может быть, зайдем туда. какое-то мероприятие, возможно. Вот этот Август Домбровский, он был меценатом не только лесопромышленников. Он не учился нигде в школе, но стал успешным предпринимателем. Родился он в Белоруссии. Вот. Он был одним из богатейших людей Риги. Вот этот дворец. Вот. Он заботился о развитии окрестностей. И вот наследие Домбровского это четыре здания зеленой школы, прогимназия, дом Буртневико и вот этот дворец, который мы проезжали. Дворец культуры Земель Блазма. Земель Блазма в переводе это северное сияние. Вот. И в этих зданиях рабочие и их семьи могли постигать знания, проводить с пользой свой досуг, в свое время свободное, а не напиваться в кабаках. Домбровский хотел построить идеальную окраину, созданную французскими утопистами город Солнце. Вот. Дворец построен в 1913 году, то есть ему уже больше ста лет. Не перепарковаться. да. Какое здесь мероприятие, что сегодня так много будет хорошая погода, мы обязательно с вами придем и даже поднимемся на вышку. Там хороший сад, там есть. А, я выйду, хоть и дождик идет, выйду, посмотрю, да. Здесь на стенде афиши о тех мероприятиях, которые будут проводиться или уже провелись в этом замечательном дворце. Вы представляете, более ста лет назад для рабочих такой дворец шикарный. Да. Не для богачей, а для простого люда. Вот так беспокоились в те времена промышленники. Что Домбровский, что Кузнецов, что Садовников, Нынше такого не наблюдается. Здесь вот вход. Во дворец можно входить бесплатно. Плату берут лишь когда на пашку желают пойти. Да, все-таки дождь мешает нам. А здесь уже новые за старыми постройками новые дома. Ну, относительно новые, потому что это советских времен. Вот там выско летнется. Летом, весной так красиво, там розарий, цветут розы. можно можно было бы, если бы Юра не спешил, я бы погуляла по этому зданию, по дворцу. Вышка, видимо, закрыта, раскраска закрыта. такие старые деревья, им более ста лет. Там на холме пышка. Большой парк, красивый парк. на этом я, наверное, закончу эту экскурсию. там впереди чайный домик, вот эта вышка, по ступенькам подняться, там розарий. Вот какая иллюминация тут вечером красиво, наверное. С той стороны кафе. Можно войти с той стороны, можно изнутри. Да, обязательно с вами придем сюда. Я вошла в здание. Вот. Его отреставрировали. именно так, каким он был, этот дворец сто лет назад, более сто лет назад. Да, какое-то мероприятие, народу много. Здесь справа страны, сейчас надо смотреть под ноги, потому что лестница, мрамор кругом, не поскользнулся бы, народу много, о, боже мой, выпало. Здесь квартиру, здесь можно раздеться, здесь и зеркала кругу, и я. цветы, поздравления, какое мероприятие, не знаю, но наверх, наверное, не буду подниматься, может быть, частное мероприятие, какое-либо раздеться, поздравления, да, с цветами все, поэтому не буду мешать, как-нибудь приедем, будет хорошая погода, я погуляю с вами по парку, а уж весной, когда зацветут розы, вернее, это где-то будет июнь, май, обязательно, обязательно полюбуемся, ой, у меня сил нет, очень тугая дверь, вот, земель глазма, дворец культуры, русская речь неистребима, как не хотят с этим бороться, но она звучала, звучит и, надеюсь, будет звучать, да, здесь хорошо, когда лето, тихо, район такой спокойный, тихий, вот, кстати, вот там зеленая школа, вот она, там, по-моему, потому что она была в 1899 году выстроена, и рядом, недалеко, дом Буртненька, вот, сейчас там музыкальная школа, так вот, в этом доме Буртненька проживал Крещен Барон со своей супругой, жил около 9 лет в том здании, а в той комнате, в той квартире, где он жил, сейчас музей Барона, вот такие вот такие здания здесь, вот такой район, хвала и слава таким предпринимателям, слава о них, живет века, что Кузнецов, что Садовников, что Домбровский, про нынешних предпринимателей, кто вспомнит и когда, видите, какой сильный ветер елочки качает, ладненько, ребята, спасибо вам большое за прогулку, за поездку, я рада, что побывала здесь, вот так вот, счастливо вам оставаться, доброго вам дня, даже в непогоду, пусть будет солнышко согревать вас изнутри, пусть ваша душа сияет, согретае солнцем, душевным, теплом, все, милые мои, прощаюсь с вами, заходите, не забывайте меня, я всегда вам рада, ставьте лайки, как вы не любите этого делать, я всем ставлю, абсолютно всем, независимо от того, какой контент, раз ко мне пришли в гости, я ответ, я обязательно в ответе ставлю, о, Юра выезжает, наверное, там парковаться нельзя, все, 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 до свидания, пока, пока,